9 сентября в единый день голосования жители Ивановской области выберут губернатора и местный парламент. На центральных улицах города развиваются флаги политических партий, а с билбордов смотрят кандидаты на главную должность в местном правительстве. 9 сентября выборы в курсе? В курсе. Кого мы выбираем? Губернатора выбираем и различных депутатов, их множество. Так, вы уже сделали свой выбор какой-то, решили? Естественно. Да не верю я в выборы. Не верю. А поподробнее, почему не верите? Ну, кругом фальсификация, ложь. Поэтому как-то не хотелось бы себя, так сказать, выставлять. Ну, знаете, в каком свете. Как вы считаете, что вообще входит в обязанности губернатора? Заботиться о жителях области, о здравоохранении, об образовании. За компанией я слежу мало, в основном по тем сведениям и листовкам, которые раздают на улицах, что-то читаю. А на выборы в этот раз вряд ли пойду. Почему? Ну, вы знаете, мне кажется, что той информацией, которой я владею, недостаточно, чтобы принять полностью обоснованное и однозначное решение. Пойдете ли вы на выбор 9 сентября? Да, конечно. Вы уже решили, за кого будете голосовать? Пока нет еще. А от чего ваш выбор зависит? От тех программ, которые будут изложены. То есть вы будете читать программы политические? Когда? Планировал на этих выходных до начала выборов. Политическую кампанию на улицах замечаете вообще? Ну, трудно не замечать такое. Достаточно навязчивое в этом году мне показалось. А почему навязчивое? Слишком много. Даже в некоторых местах некоторые, не буду говорить, какие партии, даже агрессивно так ведут себя. А в чем агрессивность? Навязывают очень сильно. В основном, чаще всего тут стоит КПРФ. На них я обращаю внимание. С красными пакетиками. Но не беру у них, потому что у меня своих пакетиков есть. Как вы вообще получаете информацию о выборах? Даже не знаю. Давали нам эти приглашения, не приглашения, а листовчики всякие. В ящик пускали, газеты пускали. На выборы пойдете? Да, пойду обязательно. А пойдете ли вы 9 сентября на выборы? Возможно. А от чего зависит? От настроения. К сожалению, далеко не все жители областного центра интересуются политическим процессом. Многие высказывают недоверие к избирательной системе. Как бы то ни было, выборы в грядущее воскресенье состоятся при любой погоде. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ, Иваново.